Меня слышно? Видно? Да. Вот хотелось сегодня обсудить с вами по поводу треугольника Карпмана. По ощущению, что народ в роли жертвы, и журналисты независимые, и наследователи, они в роли спасателя, а власти, понятно, то ли в роли жертвы, или то ли в роли палача. Ну, классический вариант отношений, социальных отношений, конечно, это треугольник Карпмана, где присутствуют три основные роли. Это агрессор, ну, еще по-другому называют насильник. Конечно, где есть агрессор и насильник, есть жертва. И, естественно, третье лицо, третий участник – это спасатель. Ну, если пойти по тому сценарию, который вы предложили, ну, наверняка в роли насильника и агрессора нужно подразумевать власть. Вообще любая власть, тем более государственность – это институт насилия. В принципе, это нужно признать. Даже самая демократическая власть и самое демократическое государство, которое устанавливает и культивирует демократические отношения в обществе, отношения между государством и электоратом, гражданами. Все равно это является процессом насилия, потому что в социальных отношениях в любом случае присутствует в той или иной дозе определенное насилие. Но есть такой предел, такая доза насилия, которая во благо общества, потому что она применяется для того, чтобы был порядок, чтобы у людей были условия для того, чтобы общаться свободно, реализовываться свободно, устанавливаются нормы, и эти нормы должны соблюдать, обязаны соблюдать все граждане для того, чтобы быть в равных ситуациях, и чтобы была защищена свобода слова, свобода выражения, но в тех пределах, которые учитывают непричинение вреда другому человеку. То есть самореализация, свобода самореализации, это прекрасно, и демократическое государство должно об этом заботиться, и общество должно об этом заботиться, но красная линия проходит там, где начинается ущемление, реализация твоей воли ущемляет, и твои свободы ущемляют свободу другому человеку. Поэтому, ну, я думаю, да, в роли агрессора, насильника, ну, можно подразумевать, в принципе, любую власть в виде государства. Вот, ну, там, где есть насильник, конечно, есть жертва, и в данном случае, конечно, в качестве жертвы мы можем взять или вообще общества, или, ну, в лице общества одного гражданина. И всегда находятся там, где есть насильник и жертва, всегда находятся среди граждан такие лица, такие личности, которые борются за то, за то, чтобы права граждан, права личности были защищены и полностью реализованы в рамках законов. Вот так вот. Но, если не тот же человек, он же может в роли спасателя, жертвы и палача выступать. Например, у нас нынешние власти, они в прошлом были сами жертвой, и их народ, и журналисты, там, НПО, они спасали, и сейчас они внезапно превратились в роль агрессора. Ну, давайте, Махаббат, давайте в первую очередь уточним, что лучше правильно использовать термин агрессор или насильник, нежели палач. Палач – это уже как бы свершенный факт. А до этого, до палача, у нас есть возможность не допустить, чтобы власть стала палачом. Поэтому давайте лучше употребим термин агрессор и насильник. Да, принцип треугольника Карпмана в этом и заключается. Весь смысл и принцип существования, движения, динамики этого треугольника в этом и заключается, что роли, так сказать, двигаются. И тот, кто пытается быть спасателем и спасать жертву, рано или поздно сам превращается в жертву. Принцип в чем заключается? В том, что, оказавшись жертвой, жертва ищет спасение. Срабатывает инстинкт самосохранения, естественно, и жертва смотрит по сторонам и занимается активным поиском спасателя, кто бы его спас. И, естественно, потенциальных спасателей он опознает и начинает приглашать. Приглашать в этот треугольник, чтобы жертве помогли, чтобы защитили, в общем, спасли. И когда кто-то откликается на этот призыв, на этот зов жертвы и входит в этот треугольник, конечно, рано или поздно он становится жертвой. Потому что силы, если не рассчитывать... Как правило, очень сложно спасателю рассчитывать силы, собственный ресурс, очень сложно каждый раз разбираться тщательно в этих отношениях. И он охвачен, скажем так, одним желанием спасти и реализовывать саму философию, сам феномен акта спасения. И очень быстро заканчиваются силы у спасателя. И, конечно, не всегда у него все получается. То есть не всегда получается спасать. Поэтому как только спасатель дает слабину, конечно, он становится жертвой. Потому что психология жертвы в этом и заключается, что он постоянно недоволен. Он постоянно недоволен. Недоволен теми методами, которыми пользуется спасатель, спасая его же. Недоволен результатом. И, естественно, спасатель становится объектом, скажем так, недовольства и преследования жертвы. То есть жертва и спасатель меняются местами. Спасатель становится жертвой, а жертва становится агрессором для спасателей. Что делает в таком случае агрессор? Ну, агрессору чем больше жертвует, тем лучше. Потому что он охвачен единственным желанием, единственным стремлением. Это кого-то ущемлять, кого-то насиловать, на кого-то, скажем так, выливать свою агрессию. Поэтому чем больше у агрессора жертвы, тем лучше. И от этого, вернее, да, у агрессора жертвы, тем лучше. Поэтому от этого, от отношений жертвы и спасателя всегда выигрывает агрессор. Практически всегда выигрывает агрессор. Хотя, ну, агрессор тоже может стать жертвой, жертвой, но никогда не спасателем. Потому что жертва сегодня может быть слабым, но пытавший, скажем так, ресурсы спасателя и становясь агрессором, он может подмять под себя и агрессора. Это бывает редко, но тоже, тоже бывает, и это тоже надо обязательно учитывать. Вот такая вот динрамика, присущая треугольнику Карпман. А вообще правильно ли попадать вот в этот треугольник? Или здоровые люди вообще туда? Когда мы говорим с точки зрения психологии, анализируем с точки зрения психологии, то говорить, оценивать правильно, неправильно, извините за эту автологию, неправильно. Тут, наверное, правильнее говорить о том, ну, можно ли попасть в этот треугольник и насколько возможно защититься, чтобы не попадать в этот треугольник. Ну, скажем так, учитывая собственный опыт работы в области психологии, конкретно психотерапии, я могу утверждать, что защититься можно, конечно, и нужно, раз есть возможность защититься, не попасть в треугольник, значит, нужно знать, нужно уметь не попадаться, но сказать стопроцентной вероятностью, что если ты будешь защищаться, ты никогда не попадешь, тоже неправильно. Ну, так или иначе, в этот треугольник попадают все в том или ином качестве. Как правило, один и тот же человек в одно и то же время, в параллельном режиме, в одних отношениях является агрессором, в других отношениях является жертвой, в третьих отношениях пытается быть спасателем. И вот так вот, скажем так, чередует, играет все три роли параллельно в своей жизни. А как определить? Ну, защититься нужно, конечно, необходимо. А что касается на уровне, на общественном уровне, на общественном уровне, я уже говорил в начале, что любой государственный институт, любое государственное образование и сам институт государственности в принципе является насилие. Поэтому в любом случае государство, даже самое-самое наилучшее и демократическое выходит в роли агрессора, в роли насильника. Любое выражение государственности, вернее, государство в любом виде реализации, пусть даже самой демократической, все-таки является насилием. Поэтому как раз таки в развитых демократических обществах существуют разного рода, разного вида неправительственные организации, общественные организации, которые стоят на страже защиты здоровых отношений, прогрессивных отношений между государством и обществом, между государственными институтами и гражданинами. На самом деле смысл общественных организаций, смысл неправительственных организаций в этом и заключается. Они защищают не только права граждан, они стоят на страже оздоровления государства, чтобы государственные структуры, функционеры, бюрократы, политики и вообще государственные институты, они выдерживали соблазн власти и держались в рамках Конституции, в рамках законодательства, чтобы, если нужно совершать акт насилия со стороны государства, чтобы это происходило на основе и в рамках закона, в рамках Конституции и конкретного закона, а не было волеизлияния и желания какого-либо чиновника или какой-либо бюрократической чиновнической группы, которая стоит у власти. Поэтому вот это вот звено общественных организаций, НПО, она очень важна, очень важна и нужна именно в демократических условиях. Но, естественно, авторитары и тоталитарные власти, они склонны к этому, они на нюх не переносят именно стражи и защитников закона и свободы в виде НПО. Получается, НПО и журналисты, они стражи, это не спасатели, а именно стражи. Ну, они должны, ну, в лучшем понимании, в лучшем смысле, в лучшем выражении этого понятия, конечно, они стражи. Но, бывает и такое, что на, ну, в отдельных случаях, отдельные личности путают, скажем так, общественные и личные. Поэтому слишком чувственно, слишком сенситивно с одной стороны относятся к подобным проблемам или используют в своих меркантильных целях. Такое тоже бывает среди деятелей общественных организаций, которые, ну, скажем так, меркантильно, в своих меркантильных целях используют эту область деятельности человека. Это тоже, конечно, неправильно и не есть хорошо. Смотрите, мы уже пережили четыре переворота, да, и нет никаких изменений в другую сторону. Вроде смотришь оппозиция, когда он теряет свою власть и ресурсы, ну, у нас обычно бывшие правители, они превращаются в оппозиционера. Ну, смотришь, когда они стали уже оппозиционерами, ну, нет в мире лучше, чем они, люди. Ну, такие милые, такие, как будто демократы, самые лучшие, самые такие справедливые люди, а когда уже становятся правительством, ну, когда уже они вот с помощью народа, с помощью общественников, активистов, когда они добиваются власти, нет хуже людей. Худше, чем их. С чем это связано вообще? Ну, это связано с тем, что далеко не каждая личность готова взять на свои плечи на себя ответственность власти. И это очень сложно выдержать. Понимаете? То есть, представьте себе, у человека появляются огромные возможности, огромные возможности для того, чтобы влиять на других людей, огромные возможности для того, чтобы власть использовать в личных целях. Понимаете? У них появляется огромный соблазн применить эти возможности во благо себя и своих близких. С одной стороны, и с другой стороны, сделать все для того, чтобы как можно долго, как можно дольше держать эту власть в руках, чтобы была возможность ее применения как можно дольше. А еще лучше потом эту власть передать своему наследнику. Не тому, кого выберет народ, а своему наследнику. Потому что накапливая богатство незаконным путем, применяя власть в личных целях, а иногда в преступных целях, конечно, встает вопрос сохранности таким путем накопленного богатства. Естественно, нужно заботиться о том, чтобы это богатство потом еще и сохранить. Ну, вот для этого, конечно, такая власть делает все, идет на крайние меры, на крайнее насилие, для того, чтобы не допустить к власти тех, которые поставят под вопросом того богатства, которое он накопил, пока был власти. такое ощущение, как будто пассивная агрессия или активная агрессия. Ну, значит, жертвы, они становятся власть имущими и потом уже ведут себя эгоцентрично, я правильно поняла? Ну, понимаете, в чем дело? Жертва, которая, мы же все-таки прикрутимся вокруг треугольника Капмана, ведь жертва, она и есть эгоцентрично, понимаете? То есть жертва, ища вокруг себя спасение, не внутри себя, а вокруг себя, понимаете? Это уже проявление крайней эгоцентричности. То есть тем самым попадая в состояние жертвы, жертвой может оказаться любой из нас, дело не в этом. То есть не есть плохо быть жертвой, а есть плохо действовать по принципу треугольника Капмана. То есть когда жертва, попав в состояние жертвы, не углубляется в себя, не ищет внутри себя ресурс выйти из этого состояния, а ищет вокруг, то есть уходит от личной ответственности. Ведь когда мы становимся тем или иным способом жертвы, в этом же есть и наша в кавычках заслуга. Правильно? Значит где-то мы что-то не так сделали, где-то что-то мы не довели до конца, где-то что-то мы неправильно допустили, где-то что-то мы в чем-то ошиблись, то есть наша доля ведь тоже в этом присутствует, что мы когда мы становимся жертвой. Значит здоровый процесс в этом состоянии углубиться внутри себя, рефлексировать, найти, собрать ресурс, личностные ресурсы, чтобы из этого состояния жертвы выйти достойно. Правильно? Тогда в этом случае мы выходим из кризисной ситуации, из состояния жертвы с опытом, то есть выносим опыт, здоровый, правильный опыт из этой кризисной ситуации, и мы становимся крепче, мы становимся умнее, мы учимся на собственных ошибках. А когда будучи жертвой мы устремляем свой взор вокруг нас, и ищем и призываем кто бы пришел и помог нам, мы тогда ответственность за то, что мы стали жертвой, перекидываем на потенциального спасателя. Вот я жертва, я никчемный, я слабый, я ничего не могу, спаси меня пожалуйста. есть есть такое старое очень выражение, я сейчас цитировать не могу, но смысл заключается в том, что такая поговорка, когда человек тонет и обращается к Богу, Господи, говорит, помоги, и кричит, Господи, помоги, Господи, помоги, а Господь посмотрел сверху и сказал подвигайся, подвигайся, говорит, руками помаши, и тогда я тебе, говорит, помогу. Понимаете? Поэтому, конечно, будучи такой жертвой, то есть из треугольника Карпмана, потом, когда такая жертва теми или иными средствами с помощью спасателей становится сам агрессором и в данном случае добирается до власти, конечно, от такой прошлой жертвы, а ныне от такого насильника не жди ничего хорошего. Потому что он будет мстить. Он будет мстить за то, за те переживания, за те мучения, которые он испытывал, когда он был жертвой. Раньше его гоняли, а теперь он будет гонять. И нельзя неправильно ждать чего-либо хорошего от такой власти. Эта власть будет мстить самым жесточайшим образом. Он пойдет на все. Чем сильнее он будет чувствовать свою слабость, как власть, тем жестче он будет действовать и защищать эту власть. Потому что он будет считать, что я это заслужил. Я заслужил, я столько страдал, когда был жертвой. Что сейчас будучи насильником, я заслужил эту власть. Я заслужил эти привилегии, которые мне дает власть. Поэтому он будет жестоким мстителем. И в конце что происходит с такими? Ну, в конце кого он гоняет, потом те начинают его гонять. И вот мне кажется, что в данном случае, раз мы говорим о динамике развития киргизской государственности, страны, общества Кыргызстана, то все эти частые изменения власти и вот этот омут, круговорот, что после каждого бунта становится еще хуже, как раз таки указывает на то, что это всего лишь динамика, специфика динамики как раз таки треугольника Карпана. То есть жертвы становятся насильниками, приходят к власти, а те, которые были власти, они становятся жертвами, вот, а общество вместе с общественными организациями, вместе с журналистами разрывается на две части. То есть одни сами становятся насильниками, потому что обслуживают власть, а другая часть становится жертвой, потому что их начинают гонять и гнобить. ощущение как будто вот нами управляют вечно загнанные в угол люди, ну, жертвы эгоцентричные. И когда они попадают во власть, становятся властью, они ведут себя эгоцентрично. Слышно меня? Еще раз повтори, пожалуйста. Когда они попадают к власти? Да, когда они попадают к власти, они начинают вести себя как трусы, не знаю, как будто кто-то собирается их свергнуть, что ли, и ведут себя как люди в загнанный угол, ну, жертвы. И очень эгоцентрично. Давай все мне, короче, никому не хочу помогать, помогу лучше себе. А вы все соберитесь, не критикуйте нас, тоже помогите нам обогатиться, жить на широкую ногу, и вообще мы хотим беззаботную жизнь, мы не хотим отчитываться перед тем, и мы такие боги, начинают идеализировать себя, якобы они боги, да, но здоровым людям кажется, что это люди загнанные в угол, да, жертвы, ну, реально жертвы, ведь и в психологических слушках, и на уроке показано, что жертвы они очень это предприятие и такие люди не умеют управлять не то, что народом, но и людьми. Мы уже сегодня затронули эту тему, говоря о том, что когда ты по той или иной причине становишься жертвой и не рефлексируешь, не углубляешься в себя, не рефлексируешь, а с помощью тех или иных ресурсов, в основном используя ресурсы спасателя, становишься насильником, то у тебя психология жертвы не меняется. Поэтому такие личности, попадая во власть, они действуют по психологии жертвы. То есть они слабые, они трусливые. Сейчас пять минут. И в первую очередь эта трусость и слабость проявляется в том, что они с самого начала придя к власти начинают заботиться о том, только о том, чтобы защититься. Понимаете? защитить свою власть, защитить то положение, которого они достигли. У них очень простые задачи. Это защитить свою власть, обогатиться и мстить. Вот эти три составляющие ими двигают. Как вы думаете, что хорошего может получиться от такой власти? Что хорошего, что позитивного может получиться от такого управления, от такого отношения к самому себе и к народу, к стране, государству. Ничего хорошего, ничего позитивного. И в личной жизни то же самое. когда личность охвачена только этими тремя желаниями защититься и когда ведь идеального человека не бывает. Каждый из нас допускаем ошибки. И когда тебе указывают на твою ошибку, ты это воспринимаешь за оскорбление, за нападение на тебя, и ты начинаешь защищаться, то естественно эти отношения моментально портятся. Дальше второе. Этот человек охвачен, когда охвачен только одним желанием обогатиться и начинает ступать по головам других людей, ничего хорошего из этого не получится. и третье. Мстить. Мстить, смещение, это всегда негативное отношение. То есть это причинять другим людям зло, другим людям вред. И кстати, вот эта деятельность, политическая деятельность, вообще полна такими личностями. Полна личностями, которые только вот этими тремя желаниями и стремлениями охвачены. Когда любую критику, пусть даже самую-самую незначительную, они воспринимают очень чувствительно. они оскорбляются и начинают мстить. Вот так вот получается. Когда власть действует по психологии жертвы, ничего хорошего, ничего позитивного не жди. они будут мстить, они будут обогащаться любыми путями, и они будут защищаться, применив любые средства для этого. Вот как-то так. Поэтому все эти я, конечно, не хочу никого оскорбить. Это мое профессиональное мнение, не мое личностное, а мое профессиональное мнение. Наблюдая из года в год вот уже на протяжении многих-многих лет динамику политического развития в Кыргызстане и наблюдая за, будучи свидетелем всех этих нескольких переворотов, становится понятным, что все эти так называемые перевороты устраивают люди, которые находятся в состоянии жертвы. И моментально из позиции жертвы они становятся насильниками. Потому что власть, которую они получают при этом, они используют только для того, чтобы отомстить тем, которые их гнобили, чтобы обогатиться и обогащать своих близких и чтобы защитить эту власть, чтобы у них не отняли эту власть. Поэтому они идут на все. Поэтому в Кыргызстане, несмотря на якобы радикальные изменения власти, ничего позитивного в плане развития государства и общества не происходит. Наоборот, все становится хуже, 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 хуже. Получается, нынешние власти сейчас увеличивают количество жертв и эти жертвы когда-нибудь тоже могут попасть во власть. Безусловно. Безусловно. Поэтому демократические принципы конечно не рекомендуют насильственные действия, никакие насильственные действия и тем более насильственный приход и захват власти. как правило за революцией всегда следует контрреволюция. Поэтому те, которые приходят с помощью революции, с помощью переворота, если они не устраивают кровавый террор, то есть уничтожая тех, кто помог им прийти к власти, их обязательно в скором времени свергают. Или они придя к власти устраивают кровавый террор. Уничтожают всех подозреваемых, в первую очередь тех, которые помогли ему прийти к власти. это просто подобные отношения, то есть террор, это просто может продлить до некоторое время пребывания у власти. Но рано или поздно насилие порождает насилие. И порожденное насилие насилие становится все сильнее, сильнее, больше, больше. И рано или поздно все равно прорвется где-то. А как нужно себя вести, чтобы вот этих переворотов не произошло? Ну, как достичь уважения народу? Огромная ответственность лежит на общественной организации. Общественные организации в первую очередь должны заниматься не просто разоблачением, власти. Не просто путем разоблачения отдельных личностей, а просвещением общества. Просвещением общества. Повышением культуры общества. Во всех пониманиях этого слова культура. Притом политической культуры. Только просвещение может обеспечить победу позитивных сил на выборах. А власти себя как должны вести? В каком случае? Ну общественность они просвещают общественное объединение, журналисты, а власти что должны делать? Вообще задача, основная задача власти, миссия любой власти, любой власти в идеале заключается в создании условий для прогрессивного развития государства. Это безопасность, это экономика и это свобода личности, человеческие права и свобода выражения, свобода слова. Вот власть должна заниматься этим, созданием условий, чтобы люди развивались, чтобы у них были все возможности для того, чтобы обеспечивать самого себя. В нормальном государстве нормальная власть освобождается от государственной собственности и все это передает гражданам. Граждане и создает условия для того, чтобы граждане, каждый гражданин имел возможность сам о себе заботиться, о себе, о своей семье, о своих детях, друг друге и так далее. Власть, любая позитивная нормальная власть создает только условия. Понимаете? А как поступает нехорошая, скажем, власть? Она заботится только о том, чтобы укрепить свою власть. А как он может укрепить свою власть? Запретами. Запрещает. Понимаете? Как можно больше запрещать? Но это не может длиться вечно. Не может длиться вечно. И самый худший вариант, самый худший вариант, когда так или иначе народ сплачивается и потом все это переходит уже в насилие. сейчас у нас народ вот электорат они в мешательстве они вот спрашивают даже в комментариях пишут ну видите задаются вопросом ну каких же людей нужно выбрать за каких нужно голосовать ну как править правильно выбрать кадров которые все-таки создадут вот эти условия они просто будут навязывать там запрещать или ограничивать или устраивать тиранию ну как нужно выбирать нормального человека политика или лидера вот поэтому я и сказал что огромная ответственность ложится на плечи общественных организаций на процесс просвещения если человек не знает как то ему надо помочь научиться как понимаете то есть когда человек голодный не не рыбу дарить ему а удочку чтобы он чтобы он да чтобы он сам поймал рыбу и накормил самого себя а когда ты даришь рыбу то бывает так что когда-нибудь наступит время когда у тебя не будет клёво и ты не поймаешь рыбу и потом ты становишься жертвой то есть ты был спасателем давал рыбу а когда у тебя рыба закончится у тебя снова потребуют ну давай рыбу ты же столько давал давай рыбу теперь тоже а у тебя рыбы нет и ты становишься спасателя превращаешься в жертв поэтому не надо рыбу дарить они вообще не склонны изучать развивать себя читать книги не знаю идти вперед настраивать стратегию форс-мажорные какие-то кризисные вы вы имеете нынешнюю власть да и нынешний прошлый вообще вот это старшее поколение которое нас мучает уже на протяжении 30 лет ведь суть психологии жертвы в этом и заключается он не развивается когда ты становишься жертвой это кризисная ситуация для тебя если ты из кризиса выходишь опираясь на самого себя ты становишься образованнее ты становишься сильнее ты становишься крепче то есть кризис нам помогает чтобы стать еще сильнее еще крепче еще образованнее опытнее понимаете это здоровый процесс а когда ты будучи жертвой применяешь насилие и просто занимаешь место насильника и сам становишься насильником то это и есть психология жертв есть такое знаменитое выражение что убийца дракона сам становится драконом понимаете вместо того смысл в чем заключается этой притчей в том что ну город захватил дракон и установил свои порядки и граждане этого города были обязаны там жертвовать столько-то столько-то дракон и вместо того чтобы собраться вместе и бороться против этого дракона они стали искать кого-то кто сразится с драконом и победит понимаете то есть они ответственность это же их город ответственность которая лежала на них на жителей города они вручили абсолютно другому человеку или другому и когда тот убивает дракона естественно жители этого города они действуют по психологии жертвы они без дракона не могут жертва не может без насильника и естественно они из этого победителя дракона делают нового дракона вот смысл в чем заключается пора перестать быть жертвой сколько сколько бы мы извините сколько бы мы не говорили что народу пора перестать народу надо сделать то народу надо lights делать это народ сам по себе этого не может понимаете никогда никогда ничем хорошим не заканчивалось когда большинство пыталось управлять меньшинство никогда это не заканчивалось Хорошо. Вот Советский Союз последний, скажем так, хороший в кавычках пример этого. Дело в том, что нужно просвещение. Надо дать людям возможность образования. И поэтому я и говорю, в этих условиях вся ответственность так или иначе ложится на неправительственные, на общественные организации. Наипервейшая задача этих организаций – заботиться о просвещении общества. Понимаете? А дальше уже кого выбрать, как выбрать, электорат решить сам. Понимаете? Сам. Вот как-то так. Вот смотрите, вот власти всегда, скажем, жертвы, да? Я их вижу жертвами. Вообще вот это старшее поколение, я вижу их всех жертвами и плодами вот 90-х, да? Вот. Они вот всегда требуют, чтобы их любили, их хвалили. Или же боялись. Все-таки вот чего они должны требовать от народа? Или к чему они должны стремиться? К любви? К боязни? Или к чему все-таки? Понимаете, это не просто, не только 90-е. Мы все с вами являемся жертвами советской идеологии, Советского Союза. Где достоинство личности не признавалось. Понимаете? Уважение личности не признавалось. В условиях Советского Союза были крайне радикальные отношения. Или любить, или ненавидеть. Понимаете? И никто не думал об уважении. Что самое главное – не любить, а уважать. Ведь самые простые человеческие отношения как раз-таки основываются на уважении. Поэтому в постсоветских странах, в политическом истеблишменте, из которого и выходят разного уровня политические функционеры, включая премьер-министров и президентов, они жаждут любви. Они требуют, чтобы их любили. Понимаете? Это инфантильное отношение, это инфантильное ожидание. То есть незрелые. Зрелая личность не требует к себе любви. Зрелая личность пытается добиться уважения. И это здоровые отношения, уважения. А требовать любви – это не есть хорошо. Это незрелость. А незрелые личности незрелыми отношениями, ну, не то что государством управлять, детским садом управлять не смогут. Понимаете? То есть этот период, ты меня любишь, этот период заканчивается в подростковом возрасте. Приблизительно. Когда наступает сексуальная зрелость, после пубертата, где-то 15, 16, 17, 18 лет, вот этот период развития человека, ты меня любишь, люби меня, вот тогда это должно, в принципе, уже закончиться. А когда в 40, 50, 60 и 70 лет человек оперирует в жизни и в социальных отношениях детскими требованиями и чувствами, это ненормально. А требует, чтобы его все боялись или нет? Ну, вот это и есть крайности. Или любить, или ненавидеть. Получается, от любви до ненависти один шаг, а от боязни до предательства тоже один шаг. Ну, конечно, конечно, потому что боязнь – это крайне дискомфортное состояние, мягко говоря. И, естественно, человек, будучи, испытывая такие чувства, крайне дискомфортные, то постоянно думает о том, как бы избавиться от этого чувства. Поэтому, когда тебя боятся, ты должен знать, что тебя в скором времени предадут или уже предают. Понимаете? Когда тебя любят, ну, я не имею в виду отношения между парами, личностные отношения, интимные отношения, отношения власти народа. Когда тебя любят и на всех баннерах, в речах там и так далее, и так далее, признаются любви, то знай, что на самом деле тебя ненавидят. На самом деле тебя боятся. Значит, рано или поздно тебя предадут. И в этом будешь виноват ты. Потому что ты пытался посеять в людях боязнь. Ты заставлял людям, чтобы они тебе признавались в любви. И завершения будут плачевными. Завершения будут плачевными, конечно. Это все с комплексом. Вот эти требования любить или, не знаю, бояться, это не связано с комплексом того, что самоутверждаться. Но человек вырос без внимания, без любви. Так можно сказать, что чрезмерная атмосфера любви тоже может вызвать такой же комплекс. Дело не в этом. Дело в том, что в нездоровом процессе развития дело проблемам незрелости. когда человек на том этапе развития, когда он должен становиться самостоятельным, а он живет по указу старших, родителей, может сейчас кто-то неправильно поймет мои слова, но это так. Такие отношения, они были нужны, они были важны, но те времена давно уже прошли. Понимаете? А когда современный человек живет архаическими правилами, то он вырастает незрелым, неготовым. Снова я должен вернуться к Советскому Союзу, и вот что я вспомнил. Ведь до сих пор в постсоветских странах отношение вообще образовательная система радикально отличается от образовательной системы в западных, в развитых странах. Почему? Потому что в постсоветских странах образовательная система является наследником образовательной системы Советского Союза. В западной образовательной системе, в западной цивилизации готовят ребёнка к тому, чтобы он вырос конкурентоспособным. Понимаете? Это надо очень серьёзно осмыслить. Конкурентоспособным. А в Советском Союзе и до сих пор во многих постсоветских странах образовательная система не готовит конкурентоспособного гражданина. Понимаете? Не готовит. Они сами не знают, к чему их готовят. Вот сейчас спроси, допустим, у любого чиновника, начиная с министра образования Кыргызстана или с министра образования Грузии, и у любого чиновника, что является идеей, основой образовательной системы Кыргызстана или образовательной системы Грузии. Они не смогут это объяснить. Не смогут объяснить, потому что они не знают. Просто по накатанной, по инерции эта система работает. Но она не готовит конкурентоспособного гражданина, конкурентоспособной личности. Поэтому и в наших школах, вузах преподаются абсолютно ненужные предметы. Понимаете? И до сих пор в Советском Союзе осталось такое представление, что чем больше областей обхватывает молодой человек, тем он будет образованный лучше. Нет. Это абсолютно неправильное представление. Неправильное понимание современного человека. Современный человек должен быть профессионалом. Он должен быть в своей профессии конкурентоспособным. А то, что ты, допустим, работаешь в области физики, и ты, допустим, разбираешься в профессиональном музыке Бетховена, это тебя не делает хорошим физиком. Понимаете? Получается, нужно людей учить, точнее, если конкурентоспособность, это получается учить к жизни, как нужно жить, как нужно уметь правильно коммуницировать с людьми, строить правильные отношения, как правильно соответствовать именно своим мечтам или цели. В первую очередь людям надо объяснять, что такое просветительская деятельность. Людям нужно объяснять, перед какими вызовами стоит современный человек. Перед какими вызовами. Перед какими вызовами стоит человечество. И что важно в этой атмосфере знать, чтобы сделать самостоятельные решения, чтобы принимать самостоятельные решения. Не кто-то сказал, а как я думаю. Все начинается с личности. Все начинается отсюда. Я должен принимать решения. Надо людям объяснять, что такое выборы. И какие решения на выборах принимаются. И что от этого решения зависит. И что каждый голос в процессе выборов важен. Вот какими просветительскими, в том числе, работами надо заниматься общественным организациям. Вот по поводу выбора, по поводу решительности или же свободу. Наши воспринимают это как за ответственность, как за вседозволенность. И не понимая значения ответственности тоже. И вседозволенность тоже. Может все-таки пора научиться людям быть именно человеческими качествами и стать человеком. Вот мы сейчас подошли, мне кажется, к самому главному вопросу нашей беседы. Это свобода. Общественным организациям надо брать на себя ответственность. Помочь людям понять, что такое свобода. И ваш народ, и мой народ, мы давно не были свободными. Понимаете? Давно не были свободными. Свободе учатся. Свобода забывается. Поэтому нам надо заново учиться быть свободными. Чтобы не путать свободу и вседозволенность. Свобода – это ответственность, а не вседозволенность. Свобода – это противоположность вседозволенности. Свобода – это когда каждая личность берет на себя ответственность. За все то, что происходит в первую очередь в его жизни. И понимает, понимает от и до, что что происходит в его жизни, это напрямую влияет на жизни других людей. Что ты несешь ответственность не только за себя, не только за твоих детей, не только за свою семью, а у тебя есть ответственность перед обществом, у тебя есть ответственность перед страной и перед человечеством. Вот это и есть свобода. И этому надо учиться. И когда я говорю о просветительской деятельности, в первую очередь имею в виду именно это. Надо учиться свободе. чтобы понятие «свобода» не понималось как вседозволенность. В первую очередь относиться к своей репутации, авторитету, ответственности. Правильно? Конечно. Безусловно. Если ты хочешь, если у тебя, и это нормально, когда у человека есть желание и стремление, чтобы его уважали, если ты хочешь, чтобы тебя уважали, то ты должен действовать соответственно, соответствующей ответственностью. Смотрите, когда народу начинаешь объяснять про ответственность, они на это очень плохо реагируют. Не то что народ, на имущество тоже. Они вместо того, чтобы учиться, или же воспринимать вот эти... Это даже не критика, это направление просветительства, да? Ты им объясняешь. Это плохо, вот это хорошо, да? Они это воспринимают слишком наличные, и как оскорблённые, униженные, и в ответку тебе, скажем, а ты материшься, или же... А зато ты сама такая, некрасивая, или толстая, или, не знаю, или худая, или начинают на личное переходить. И не является ли это перекладыванием ответственности, что эти люди невротики, и они нездоровые? Дело в том, что учительствование и просвещение, знаете, в том смысле, в котором мы сейчас беседуем, они немножко отличаются, не немножко, а фундаментально отличаются друг от друга. Когда ты учишь, то тогда ты имеешь право проверять, правильно? Исправлять, поучать, иногда даже строго, ну, не переходя на насилие, конечно. А что касается заниматься просветительской работой среди общества, то там... Это другая атмосфера. И применять нужно другие методы. Понимаете? То есть ты делишься теми знаниями и опытом, которые у тебя есть. Это понятно. Но ты ничего не должен требовать. Понимаете? Вот в чём разница заключается. Ты просто делишься со своим опытом. но замен ничего не требуешь. А как только и даже тогда, когда тебя, вместо того, чтобы поблагодарить, тебя оскорбляют, то ты должен быть готов к тому, что это так и будет. и не нужно на это обижаться. Потому что если бы этот конкретный человек, который тебя вместо благодарности оскорбляет, если бы он понимал, то тогда и подсказывать ему ничего не нужно было бы. И просвещение ему от тебя не нужно было бы. Вот такое отношение надо выработать. Конечно, это очень сложно. Поэтому и не каждая общественная организация, не у каждой общественной организации это получается вообще или не получается хорошо. Потому что не все соблюдают подобные тонкости. Надо понимать, что ты имеешь дело со взрослыми, состоящимися людьми. И ты вот сейчас приходишь и представляешь такое, что ты вот открываешь этому человеку глаза на жизнь, так не получится. Не получится так, что ты чем-то больше, ты чем-то лучше. Потому что в этом данном вопросе ты лучше разбираешься. Зато есть уйма таких вопросов и сфер, в которых тот человек, чей просветительской работой ты занимаешься, он разбирается гораздо лучше и глубже. Если ты такой умный, иди давай, обрабатывай землю. Давай. Обрабатывай землю. Ухаживай за животными. Занимайся еще, я не знаю, чем-то, чем люди занимаются. Так что то, что ты занимаешься просветительской деятельностью, это не делает тебя лучше. Это не делает тебя больше, чем тех, кого просвещать ты собираешься. Тогда это уже не просветительская деятельность. Понимаете? Во всяком случае, ты пытаешься просветить людей в чем? В том, что все люди равны, что у всех людей одинаковые права, что перед законом все равны и все одинаково должны нести ответственность, что должность и власть не делают тебя больше и лучше над другими людьми. Вот этому ты учишь, но ты не научишь этому, если ты сам предподносишь себя как лучше. вот. Теперь я еще хотел кое-что добавить, что касается ответственности и как бы правильно сказать революционной ситуации. надо понимать, вы, конечно, я обращаюсь к слушателям, вы можете мне доверять, моим словам, доверять или не доверять, в любом случае вам решать, что насильственное свержение власти существующей однозначно не всегда в пользу. Поэтому прежде чем кто-либо встанет на этот путь, а тем более возьмет на себя ответственность и призовет кого-то, сначала он должен очень хорошо подумать, на что он идет и во что ввязывает других людей. развитие, прогрессивное развитие всегда приносит стабильность. Понимаете? А любое насильственное прерывание управления это нестабильность. И это надо знать, это надо понимать и осознавать, что на самом деле вы, те, которые думаете и печетесь о развитии собственной страны и собственного народа общества, вы должны думать о таких вещах. Что еще раз прогрессивное развитие приносит стабильность, то есть стабильность нужна, чтобы государство, чтобы страна, народ развивался прогрессивно, нужна стабильность. Любое прерывание, пусть даже самое справедливое, однозначно ждать позитивных плодов не стоит. Поэтому демократические принципы заключаются в том, что любые проблемы надо решать демократическим мирным путем. Для этого существуют выборы. К выборам надо готовиться. А когда между выборами политические силы ничего не делают для подготовки к следующим выборам, когда медиа, журналисты ничего не делают для этого, когда неправительственные организации, общественные организации ничего не делают для этого, это уже не демократия. Демократия это стабильное развитие. А если власти уже перестали слушаться свой народ и они начинают делать все, что думается им? Например, у нас в Кыргызстане сейчас поменяли флаг, хотя народ против этого. Якобы, мол, наши верят всяким, как сказать, предметам, говорят, что во всем в этом виноват флаг. Если они открыто углубируют власть, точнее, делают остальные все законодательные власти, и судебные исполнительные власти. Когда исполнительная власть делает зависимым, подвластным себе остальные две ветви власти, и он открыто уже начинает узурпировать, делать все, что ему надумается, или не знаю, позволять себе все дозволенность. При этом, как поступать? Например, объявить импичмент или что? Импичмент должен объявлять парламент. Парламент они подхалимствуют, они сами трусы боятся. Я понимаю важность этого вопроса, это один из жизненно важнейших вопросов, то есть ответ на этот вопрос. Поэтому я не могу себе позволить дать какой-либо конкретный ответ на этот вопрос. Я считаю, что я не имею в данном случае на это права. Я могу сказать только то, что конечно, когда власть угрожает безопасности государству, безопасности, тогда народ имеет право действовать и противостоять. Как будет противостоять? Какими методами, каким методом прибегнет, это я, это не я определяю. это определяет ситуацию. Понимаете? Сама ситуация это определяет. Но при этом нужно обязательно знать и учитывать, что всегда какая-либо политическая организация начинает начинает организовывать и использовать гнев и протест народу. Поэтому я бы каждому в данном случае посоветовал бы сначала хорошо подумать куда и на что вас толкают. это очень важный момент. Не бывает так, что народ собрался, народ пошел, народ решил. Народ это не личность. Понимаете? народу не присущие личностные характеристики, личностные качества. А мы сейчас говорим о таких волевых решениях, которые не принимает народ. Когда какая-либо личность, оратор выступает на митинги и выступая на митинги обращается к народу, народ, как вы думаете, вот надо это сделать? И народ отвечает, да, это не есть решение народа. Это есть решение конкретной личности или конкретной команды, политической команды, которая организовывает и использует эту силу, которая называется народом. И здесь в таких вопросах надо быть очень, очень, очень осторожным. Тем более у кыргызского народа есть уже в ближайшей истории несколько примеров, несколько раз уже получили опыт. Пора задуматься, к чему эти подобные призывы приводят и к чему подобные акты приводят. Они приводят к улучшению вашего состояния или не приводят? Они работают на то, чтобы страна развивалась прогрессивно или не приводят? Ухудшают состояние? Ухудшается или улучшается? Вот я считаю, мое личное мнение, я считаю, что общественным организациям и референтным лицам именно такие вопросы нужно поднимать и о таких вопросах разговаривать широкой аудитории. Именно педалировать подобные вопросы. Чтобы в общественных средах о таких вопросах разговаривали, велись диалоги, чтобы эти вопросы муссировали в обществе. Это и есть просветительская деятельность, результатом которого и рано или поздно постепенно наступит просвещение. Вообще вот этих людей, которые у власти возможно изменить в лучшую сторону? Или они вообще не меняются? Понимаете в чем дело? Я когда мне задают такие вопросы, я всегда пытаюсь держаться в рамках своей непосредственной профессии, своей непосредственной области. понимаете, с точки зрения психологических аспектов, что значит измениться, не измениться, меняются, не меняются. давайте посмотрим с такой стороны. Власть может быть управляться внешним врагом, то есть приходит внешний враг, завоевывает и устанавливает свое правительство. Правильно? С таким правительством нужно бороться любыми силами, любыми методами, любыми. в остальных случаях, это особый случай, вот то, что сейчас происходит в Украине. Российская Федерация, россияне пытаются завоевать Украину, изменить власть и установить собственную власть. Поэтому украинский народ имеет право и украинское государство имеет право использовать любые возможности, любые методы для того, чтобы это не допустить. В других случаях, в любом случае нравится, не нравится власть, народ является источником власти. Как не печально это констатировать, в Кыргызстане есть та власть, власть, которого в принципе народ привел к власти. В Грузии сейчас есть власть, которого грузинский электорат, грузинский народ привел к власти. Я понимаю, что сегодня вам они не нравятся. Мне тоже моя власть не нравится в Грузии. Но я также осознаю, что источником этой власти являемся мы, народ. Если мы имеем плохое правительство, в этом виноваты мы сами. Не надо искать врагов вокруг себя. Не важно, ты голосовал за эту власть или не голосовал. Не важно. ты же гражданин этой страны. Что ты сделал для того, чтобы не допустить эту власть? Вот так надо поставить вопрос. Что ты делаешь сегодня для того, чтобы изменить эту власть? Но так, чтобы изменения пошли в пользу, а не во вред? Не брать дубинки в руках и насильственно менять власть, а думать головой. Использовать все демократические средства для изменения власти. Поэтому надо четко понимать, что ты имеешь ту власть, которую ты заслуживаешь. Если ты считаешь, что ты эту власть не заслуживаешь, то тогда поставь вопрос, что я сегодня делаю для того, чтобы изменить эту власть, то так, чтобы изменения пошли в лучшую сторону, а не в худшую. Вот как-то так. Значит, нужно образовываться самим. Все начинается с самого себя. Конечно. Если ты не занимаешься саморазвитием, то как ты можешь позаботиться и помочь другим людям развиваться? Никак. Чем бороться с властью и с другими, лучше бороться с собой и контролировать себя, чем контролировать других. И побороть все ненужные привочки в себе, все, что приносит что-то вредное для общества и для себя самому. Короче, с одним словом нужно бороться с собой. Я правильно понимаю? Одним словом, ждать, что личности, которые сейчас находятся у власти, они изменятся. ну, не знаю, это то же самое, что и ждать в пустыне дождь. Ну, я одно поняла, что люди не меняются. Если ты замечаешь и видишь, что они уже позволяют себя вседозволенность и воспринимают свободу тоже как вседозволенность и нарушают правила, закон, то нужно искать замену тому человеку, а не бороться с ним. Да, но замена должна быть достойной. Не замена ради замены, а замена ради здоровых и позитивных изменений. Понимаете? Пока что в Кыргызстане наблюдаются замены ради замены. И естественно, конкретные личности, конкретные кланы это всегда используют в своих интересах. Как нужно относиться? Как к этому нужно относиться? Не знаю, выборы это же как собеседование, они месяц показывают себя, доказывают, какие они хорошие, лучшие, классные программы? Я, когда мне такой вариант предлагают, я никогда не соглашаюсь. На самом деле, это не настолько сложно. Понимаете? Мы просто, мы же разумные существа, то есть, наша разумность заключается в чем данном случае? мы прекрасно можем определить хорошего человека и плохого человека. Но ради каких-то собственных интересов мы подтасовываем, идем на компромиссы. А на самом деле, все вот на ладони. Ничего сложного в этом нет. Ничего сложного. ведь всех тех людей, которые участвуют на выборах, ну, на разных уровнях, они же на самом деле, ну, достаточно известные люди. Даже когда ты встречаешь неизвестного человека, ты же очень быстро ориентируешься, ты с хорошим человеком имеешь дело или с плохим. но если тебе будет выгодно и он будет плохим человеком, но тебе будет, ты увидишь какую-то выгоду, ты на это закроешь глаза. Да? Ну, то же самое и здесь. Поэтому на самом деле сделать выбор не очень сложно. Сложно сделать выбор знаете какой? Когда из двух из двух худших тебе нужно выбрать наименее худшее. Вот тогда сложно выбрать. А когда есть выбор перед светом и тьмой, перед белым и черным, перед хорошим и плохим, тут выбор очень легко делается. А вот когда из двух плохих тебе надо выбрать наименьшее плохого, вот тогда это сложно, конечно. Нужно завязывать скоростными целями и с эгоцентричностью. Да, но на общественном уровне этого добиваться очень сложно. Очень сложно. Я думаю, в следующий раз мы можем и на эту тему поговорить. Это на самом деле очень сложная и многогранная тема. Как нужно общаться или доносить просветительство до жертв и как нужно правильно общаться с жертвами и как нужно правильно просвещать жертв. Находить общий язык с ними. Виноват тот человек, который не может понимать, не понимает. А виноват всегда тот человек, который не может правильно объяснить и донести. в первую очередь не надо из себя строить спасателя как только ты начинаешь воображать из себя спасателя тебя уже поймала жертва на крючок понимаете это первое и второе не давай рыбу понимаете отдай удочку и научи как ловить рыбу и все на самом деле рецепт очень простой я понимаю что это сложно сложно все это реализовывать но вот рецепт назовем так именно такой не воображая себя спасателя и не давая рыбу а в крайнем случае если у тебя есть да и удочку или научи как ловить рыбу ну что касается общественных организаций то конечно общественные организации не могут давать удочку потому что у них у самих нет для того чтобы иметь столько удочек надо иметь средства правильно откуда в общественных организаций по средствам такие поэтому общественным организациям нужно учить людей как ловить рыбу как правильно ловить рыбу общественные организации сами какими должно быть общественные организации должны быть просветителями а не спасателям человек человек я уже говорил попадая в кризисную ситуацию он должен вы выходя оттуда он должен благодарить себе а не кого-то тогда опыт который он получил этот опыт ему послужит хорошую службу вот представителям общественных организаций надо помнить в первую очередь именно это что вы не спасатели вы не спасатели вы просветитель и занимаетесь не только выявлением знаю там коррупции там и так далее так далее а в первую очередь занимайтесь просветительской деятельностью помогите людям просвещаться убеждайте людей что надо развиваться надо заниматься саморазвитием надо заниматься самообразованием и тогда тогда в общем все все наладится все будет нормально потому что очень быстро этот процесс эта динамика приведет к зрелости общество общество которое состоит из зрелых личностей действует как зрелое общество в этом случае я конечно не обещаю что все будет отлично но и все будет идеально но все будет хорошо и нужно вести себя смело терпеливо я думаю относиться ко всему этому с терпением не бояться ничего самым самим нет ну сказать сейчас не бояться снова с психологической точки зрения это невозможно нормальный с медицинской точки зрения нормальный человек должен бояться должен бояться это обязательно да это эволюционно обусловлено ну просто страхи надо преодолевать не не надо бояться боязни скажем так не надо бояться того что ты боишься а страхи надо преодолевать а ошибки а ошибки надо надо заботиться чтобы ошибки исправлять ведь мы редко допускаем такие ошибки которые заканчиваются фатально в основном мы допускаем ошибки которые можно исправить но не надо пытаться исправить ошибку в прошлом надо исправлять ошибку сегодня не в прошлом не в будущем а сегодня в прошлом ты уже ошибку не исправишь потому что прошлое невозможно вернуться будущее еще не наступило поэтому не надо сидеть и ждать когда наступит будущее чтобы исправить ошибку а есть сегодня и исправлять ошибку надо именно сегодня незамедлительно сейчас здесь и сейчас тогда все будет нормально нужно или нет что что идеализировать себя ну идеализирование себя это уже можно сказать патология это болезнь ну во всяком случае ближе к болезни то есть лучшим случае это может быть расстройство такое приграничное расстройство а в худшем случае это уже может быть болезнь поэтому идеализировать себя не надо и ничего идеального что создает человек не бывает у всех и у всего есть изъя и об этом всегда надо помнить ничего человеческое я часто повторяю самому себе как когда разговариваю с аудиторией и когда разговариваю общаюсь самим собой что ничего человеческое мне не чуждо это надо как можно чаще повторять не важно что ты принимаешь что для тебя приемлемо а что для тебя не приемлемо важно найти правильное объяснение всему ну конечно ты не все вот я например как психотерапевт я для меня не все приемлемо но я все могу объяснить это мне помогает быть толерантным потому что ничего человеческое для меня не чуждо а разница между критикой и альтернативой какими они бывают разница между критикой и альтернативой в каком смысле давайте сначала я имею ввиду что значит критиковать а что значит давать альтернативу иногда альтернативы они кажутся как критика и как передать это воспринимать на личное Например, ты видишь, что человек ошибается, а ты ему говоришь, слушай, так не делай, я делаю вот так. А он это воспринимает как критику. Насколько я правильно понял, речь идёт не о противостоянии критики и альтернативы, а критики и оценки, то есть эмоциональной оценки. То есть критика само по себе не нуждается в уточнении. Конструктивная критика, неконструктивная критика – это уже придуманное, надуманное и напрягает это понятие критики. Критика – это нормально, это необходимо. Критика может состоять из альтернативы, то есть критикуя человека, ты можешь предложить какую-то альтернативу, а может и не быть альтернативы. И тогда ты, критикуя человека, можешь сказать, что ну, я не готов предложить альтернативу, но то, что вот этот момент неправильный, это я знаю точно. А на другой стороне противостоит критике эмоциональная оценка, когда оценивается не действие человека, а сам человек, сам личность. Это то же самое, когда, например, говорят, воспитывая ребёнка, часто взрослые родители говорят ребёнку «плохая девочка, плохой мальчик». Это и есть эмоциональная оценка, это неправильно, это нездоровый процесс. А когда ты говоришь ребёнку «ты поступил плохо» или «ты поступила плохо», это уже критика, и в этом случае ты можешь, допустим, если ты точно знаешь, ты можешь предложить, что вот ты поступил в этом случае плохо, и лучше было бы поступить вот так вот. То есть твоя критика ещё и с предложением альтернативы. А когда ты говоришь «ты плохой», это уже оценка. Конечно, всегда надо пытаться не переходить на личности, то есть не оценивать личность, а оценивать его действия. То есть наш президент плохой, можно и так сказать. Но если твоей целью является критика, то тогда ты правильный будет, если сказать, что наш президент вот в таком-то, в таком-то случае поступил неправильно. А он плохой человек, ну, это уже оценивание личности. Нужно всегда оценивать действия. Ну, во всяком случае пытаться, стараться. Чтобы не быть ни спасателем, ни жертвой, ни агрессором, ну, не знаю, ну, иногда приходится быть им, но как нужно стремиться, скажем, к здоровому образу жизни, стать здоровым, стать кого-то, какие навыки набирать? Ну, чтобы подытожить нашу сегодняшнюю беседу, у нас такая многоплановая, многогранная беседа получилась, но все-таки давайте закончим рекомендациями, скажем так, исходя из принципа треугольника Карпмана. Конечно, время от времени мы попадаем в такие треугольники. И говорить о том, что никогда не попаду в этот треугольник, это неправильная постановка, нереалистичная постановка вопроса. Но, во всяком случае, пытаться надо. Пытаться надо, в первую очередь, что касается спасателя. Надо помнить, что жертва ищет и призывает, чтобы вы стали спасателем. Поэтому реагируйте на такие призывы профессионально. То есть, помните о том, что, будучи и становясь спасателем, вы рано или поздно обязательно станете жертвой. Спасатель просто обречен стать жертвой. Или агрессором, когда попытается выйти из этого треугольника. То есть, вчера, сегодня хорошо, я буду тебя спасать, а завтра нет, я уже не хочу быть спасателем и не буду тебя спасать. Сделает из тебя или жертву, или насильник. Потому что жертва не захочет тебя отпускать. Поэтому тебе придется или прибегнуть к насилию, и ты со спасателя становишься насильником, или ты становишься жертвой, потому что жертва будет тебя упрекать в том, что ты не спасаешь, что ты недостаточно сил прилагаешь для того, чтобы спасти. Поэтому лучше, конечно, на такие призывы не отвечать положительно и не пытаться кого-то спасать. Если ты, конечно, не доктор, не врач. То, что врач должен спасать своего больного, это и так понятно. Но сейчас речь мы ведем не о таких отношениях. Дальше. Что касается жертвы. Чтобы не стать жертвой, надо повышать уверенность в себе. А для этого надо заниматься самопознанием. Надо просвещать и образовывать себя. Надо заботиться, чтобы иметь как можно больше представлений о своих возможностях, о своих способностях и обнаруживая определенные таланты, способности в себе, заботиться о том, чтобы их развивать. А это сам по себе помогает повышать уверенность в себе. И попав, допустим, в неприятные ситуации, в кризисные ситуации, в первую очередь, надо углубиться в себе, как я уже не раз говорил сегодня. Надо рефлексировать, анализировать, в чем ты ошибся, как ты ошибся, что надо было делать, чтобы не ошибаться и не становиться жертвой. То есть, в первую очередь, надо рассчитывать на себя и выходить из этой кризисной ситуации, опираясь, в первую очередь, на собственные силы, а не обращать сразу внимание на других людей, кто бы мне помог из этой ситуации выйти. Чтобы не становиться насильником, агрессором, ну, надо быть, опять-таки, уверенным в себе человеком. Уверенный в себе человек никогда не будет использовать другого человека в своих меркантильных целях. Ведь агрессорами становятся почему? Потому что, в каких случаях? Когда не очень-то в своих силах уверен. Тогда пытаются с помощью агрессии показаться сильнее, чем ты есть. С помощью агрессии свои слабые стороны прикрывать, скажем так. Поэтому надо помнить, что существует два проявления агрессии. Это враждебная агрессия и инструментальная агрессия. Враждебная агрессия, она направлена на конкретный объект и проявляется в состоянии крайней злобы. Когда тебя обидели, то есть, когда в человеке вырабатывается крайняя злоба. Вот тогда проявляется враждебная агрессия. То есть, она заключается в том, что человек охвачен одной, одним желанием причинить вред другому конкретному человеку. А инструментальная агрессия это когда человек начинает использовать агрессию в своих меркантильных целях. И особо это присуще политикам в политической жизни. Понаблюдайте когда тот или иной политик абсолютно безобидной ситуации начинает вырабатывать в себе агрессию и у него он выделяется агрессивной речью. Понимаете? Вот тогда агрессия используется как инструмент. Вот об этом тоже надо помнить и эти моменты учитывать. В любом случае когда человек попадает в треугольник Карпмана в качестве жертвы или в качестве агрессора или в качестве спасателя значит у него не все в порядке в данный момент с уверенностью в себе. Потому что насильник и агрессор пытается агрессией прикрыть свою неуверенность в себе. Жертва само по себе неуверена в себе поэтому и у него проблемы с уверенностью в себе и ищет он слабый и не доверяет самому себе и ищет спасение вокруг. А спасатель спасатель также неуверен в себе и используя роль спасателя пытается не допустить стать жертвой. Вот вот такие советы как не попасть в подобный треугольник. Если когда человек эти моменты учитывает и учитывает психологию агрессора психологию жертвы психологию спасателя то ну чаще всего ему удается миновать не становиться участником таких треугольников. А как стать уверенным в себе? Чтобы стать уверенным в себе знаете это такое понятие конечно не совсем устойчивое потому что ставить перед собой целью стать уверенным в себе человеком тоже нездоровое отношение потому что ну человек такое существо ну мы иногда теряем уверенность в себе и ничего в этом страшного нет понимаете бывают такие ситуации и не надо из-за этого паниковать это абсолютно естественно но доверять самому себе это важно и это нужно а чтобы себе доверять надо себя достаточно изучить достаточно знать это то же самое как например как ты полюбишь ближнего если ты не любишь самого себя ведь любви тоже надо учиться понимаете и любви мы учимся полюбив самого себя если человек не любит самого себя он не знает что такое любовь а если не знает что такое любовь как он может полюбить другого человека понимаете поэтому чтобы в общем быть уверенным в себе для этого надо знать себя достаточно а чтобы знать надо изучать а чтобы изучать надо заниматься самопознанием когда ты так или иначе знаешь свои сильные стороны свои слабые стороны то ты ими в основном пользуешься правильно все исходит из-за неправильного из-за незнания в первую очередь своих сильных и слабых сторон и из-за этого неправильного их использования а когда ты знаешь имеешь представление о себе о своих сильных сторонах и слабых сторонах то ты заботишься о том чтобы ими пользоваться правильно и тогда более или менее в основном у тебя в жизни все будет в порядке ты тогда будешь в основном выстраивать здоровые отношения потому что от уверенности в себе зависит какие отношения ты выстраиваешь как ты себя предподносишь когда ты предподносишь себя как уверенный в себе человек то это другие люди ценят и уважают значит ты заслуживаешь уважения потому что ты достойный человек а когда ты неуверенный в себе не просто проявляешь время от времени а вообще неуверенный в себе человек то ну тогда к тебе не относятся с уважением и тогда у тебя страдает достоинство уверенные люди часто замечают что они накручивают и подозревают всех во всем и представляют конечно конечно всякого рода ну параноидные скажем так представления на этом и зыждется на патологической неуверенности в себе и как перестать накручивать бояться фантазировать подозревать подозревать а научиться жить настоящей жизни надо заниматься самопознанием надо надо себя узнавать человек такое существо разумное которое постоянно развивается а развитие это сплошные изменения в первую очередь а изменения могут быть как и позитивными так и отрицательными как и положительными так и отрицательными поэтому человек который следит за собой и занимается самопознанием наблюдает за собой и рефлексирует анализирует свои решения те или иные решения те или иные поступки он значит понимает какие изменения в нем происходят отрицательные или положительные и тогда такой человек заботится о том чтобы как можно больше положительных изменений в нем происходили вот как-то так вот так вот все взаимосвязано мы сейчас перешли в чисто психотерапевтическую область скажем так хотелось бы поднять тему по поводу перешагивания страхов не подавлять их а перешагивать и о том что бояться это нормально не нужно бояться этого хорошо давайте тогда договоримся о том что в следующий раз мы нашу беседу посвятим именно этим вопросом почему плохо накручивать фантазировать представлять становиться ясновидцем хотелось по сути давай скажем так что фантазировать вообще неплохо фантазировать неплохо вот но я имею ввиду в негативном смысле ну да я понял это называется мнительностью хорошо в следующий раз вот поставим эти вопросы и постараемся на них ответить найти правильные ответы которые помогут людям слушателям оздоровить и сделать более качественным собственную жизнь и собственную деятельность стать более эффективным да и к завершению свободу не дают свободу добиваются да добейте свободу вместе с нами будьте свободны и тогда у вас в жизни все будет хорошо тогда миссия человека вам и будет выполнена потому что миссия самая главная миссия для человека это быть свободным и полезным не только для себя но и для общества мы же социальные существа поэтому заботясь о себе тем самым мы заботимся о своих близких плюс еще свободой является ответственность что все ответственно начали относиться к своей чести к достоинству уважению и к тебе да 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 спасибо все спасибо спасибо